200 разработанных месторождений за время существования поселка. За более чем 40-летнюю историю искателей внес значительный вклад в развитие экономики Ненецкого округа. Сегодня поселение не только основное место размещения предприятий нефтегазового сектора, но и административный центр Заполярного района. В минувшие выходные он отметил двойной праздник – День рождения и День геолога. Геологов, нефтяников, монтажников, газовиков. Вся история поселка-искателей в названии его улиц. По ним можно следить за развитием нефтегазовой отрасли округа. Первые названия улиц – геологов и Губкина. Самая молодая – Россихина. А началась история рабочего поселка в 1968 году, когда на правый берег Печоры высадили первых геолого-разведчиков. Они же по природе шеромантики. Они ехали куда по зову сердца. Не только за длинным рублем. А ехали, чтобы действительно работать, чтобы восстанавливать страну, добывать и искать полезные ископаемые, чтобы страна была богаче, чтобы люди лучше жили. Официальный статус искателей получил только в 1974-м. Поселок с уже двухтысячным населением играл важную роль в освоении недр округа. Были построены временное жилье, размещены производственные и ремонтные цеха. Трудились здесь приезжие со всего Советского Союза. Сегодня результаты их труда заложены в основу экономики региона. Традиции у нас сохраняются. Мы стараемся все-таки не забывать тех геологов, которые были перетопивателями, которые добыли нефть и газ, нашли, разведали. И сегодня на этом все основано, и все работает, и округ за счет этого может себе позволить много чего построить, решить социальные проблемы и другое, и прочее, отправить детей там в лагеря. Сегодня поселок искателей по-прежнему центр размещения предприятий нефтегазовой отрасли. Здесь базируются офисы порядка десяти компаний. А еще в 2006 году поселок стал административным центром созданного Заполярного района. Теперь его роль в жизни округа переоценить сложно. В день рождения поселка гости произнесли в адрес жителей-искателей много теплых слов, чтобы и сегодня они жили достойно и на благо родного края.